Ассаламу алейкум дорогие телезрители с вами программа семейный доктор и тема нашей передачи сахарный диабет молчать и не говорить об этой болезни ну просто невозможно так как она к сожалению нас пожирает как снаружи так и изнутри этим недугом страдают нашей стране каждый пятый человек что делать если у вас появились проблемы с глюкозой с сахаром ответы на эти вопросы нам дадут врачи эндокринологи клиники внутренних болезней города алматы при казахском национальном университете имени а свиньярова не переключайтесь будьте с нами на нашей волне будет интересно клиника создана на принципах пациент ориентированности и оказывается помощь не только клиническая но и образовательная патологиями которыми занимается клиника социально значимые такие как сахарный диабет зоб заболевание печени ревматологические патологии на сегодняшний день клиника несет на себе колоссальные нагрузки также клиника внутренних болезней считается одной из первых университетских клиник ну что ж дорогие телезрители с клиникой ознакомились давайте перейдем главному вопросу что же такое сахарный диабет диабет это проблему медико-социальные экономически затратные проблемы которые волнует весь мир не только наш казахстан на сегодняшний день проблема номер один почему потому что это образ жизни что такое образ жизни образ жизни это понятие это социальное понятие если ребенок заболел начнем с ребенка это болезненно воспринимается родителями болезненно воспринимается преподавателями, болезненно воспринимается бабушкой, дедушкой. И окружение – это социальная проблема. Поэтому образ жизни все, которые окружают этого ребенка, должны приспосабливаться к его образу жизни. Вовремя надо его кормить, вовремя надо делать инсулин, вовремя надо давать ему воды, вовремя надо делать уколы. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, неизлечимое, при котором наблюдается хроническое повышение сахара, которое ведет за собой повреждения как мелких сосудов, так и крупных. Многие специалисты считают, что первостепенной причиной этой болезни являются нервные нарушения. Еще не выявили причину возникновения сахарного диабета. И сахарный диабет возникает не только после стресса, поэтому его называют как бы нейроэндокрином, но и может быть возникать даже после инфекционных заболеваний. Есть зависимость от типа диабета, какой идет сахарный диабет, либо первого типа, либо второй тип. Первый тип диабета, когда инсулин в организме абсолютно нету, или очень мало. в человеческом физиологическом организме каждый день 36-40 единиц инсулина можно вырабатывать. А если инсулина нет, значит, наступает повышение глюкозы крови. А второй тип сахарного диабета передался какой-то ген, который ответственный за углеводные армены. Первое, что второго типа диабета – это ожирение. Избыточная масса тела. Избыточная масса тела требует большего расхода инсулина. Инсулин в организме рассчитан на твой вес, на твою жизнь и выделяет каждый день на 40 единиц инсулина. Каждый раз злоупотребляете пищей, каждый раз, чтобы снизить сахар крови, выбрасывает из-за стропы Лангенгарса инсулин. Год выбрасывает ты ожирение, два выбрасывает, три года, четыре года, пять лет, уже запасы истончаются, сохранить нормальный вес. Когда будет все нормально? Какими симптомами сопровождается сахарный диабет? Все в зависимости от периода. Какой период? Дебют, либо, например, небольшой стаж диабета, либо это уже довольно-таки на протяжении многих лет заболевание. Например, в дебюте человек ощущает только сухость, возможно, потеря массы тела, жажда. Десятилетиями, да, когда человек болеет, там идут нарушения по всем системам. Это включая, как и нервную систему, это макрососудистые, это могут быть уже у человека инфаркты, инсульции. Сахарный диабет – очень распространенное заболевание эндокринной системы. Это достаточно печальная часть наших исследований центра диабета. Почему? Потому что на настоящий момент в стране зарегистрировано свыше 291 тысячи больных с сахарным диабетом. Это официально. Значит, если сравнить динамику прироста этих пациентов за последние 10 лет, то можно сказать, что в 2005-2006 году вообще количество пациентов составляло максимум 116-118 тысяч больных. То есть вы это представьте. То есть прирост составляет больше, чем в 2,5 раза. За 2012-2013 год, когда мы запустили программу «Саламат Казахстан», это национальная программа, за один только год с 2012 по 2013 прирост составил свыше 40 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом. Сейчас же, с 2015 по 2016 год, мы отмечаем прирост выше 21 тысячи пациентов с сахарным диабетом за истекший год. Существует государственная программа по усовершенствованию эндокринологической службы. Программа по усовершенствованию эндокринологической службы – это 984-й приказ 25 ноября 2016 года, подписан министром. Я думаю, что это одна из многообещающих программ. Почему? Потому что мы впервые прописываем, что такое центр диабета, как он должен работать, какие основные нормы и положения в его работе должны быть использованы, основные клинические протоколы, то есть как вести этих больных, как обучать этих больных. То есть это достаточно, можно сказать, революционный приказ 984-й. Значит, по этому приказу мы предлагаем с учетом географической особенности нашей страны, она достаточно большая, с севера на юг, с запада на восток, значит, мы планируем открытие региональных центров диабета с управлением или из Астаны, или из Алматы. То есть север, юг, запад, восток – центр. Значит, все эти центры будут работать по одной и той же методике. У них будут одни и те же протокола, то есть они будут использовать одни и те же принципы мультидисциплинарного подхода и пациент-ориентированности. Поэтому эта работа ведется, и в ближайшее время под руководительством вице-министра ЦОЯ Алексея Владимировича проект, он сейчас находится на стадии реализации. Дорогие телезрители, мы сейчас в стационарном отделении клиники внутренних болезней, и сейчас я стою перед конференц-залом, где нас ждет старшая медсестра, инструктор школы диабета, которая расскажет нам, какой образ жизни и какое правильное питание должны соблюдать люди с повышенным сахаром. Будьте с нами. Здравствуйте, меня зовут Серик, журналист телеканала АСЛАРНА. Расскажите, пожалуйста, нам поподробнее о школе диабета, что она себя представляет, чему вы здесь обучаете. Центр диабета буквально образовался в последние годы наше население только-только узнает о нашем центре. Существует в нашем центре наша школа диабета, специалист, который ведет эту школу, это я. В школе диабета мы обучаемся этому заболеванию глубже, почему? Потому что наше население независимо от стажа этого заболевания, пусть 20-30 лет, к сожалению, практически ничего не знает об этом заболевании, поэтому мы создаем эти школы, чтобы пациент узнал намного больше, намного больше о своем заболевании, как жить с этим заболеванием, как дружить с инсулином, какие страхи возникают во время инсулина или перед введением этого инсулина. Почему? Потому что мы знаем, что слово инсулин само по себе вызывает страх, и чтобы преодолеть этот страх, мы подробно вводим человека или пациента в это слово, потому что, к сожалению, ему жить с этим заболеванием, но инсулина бояться практически не надо, и вот в нашем центре мы конкретно говорим о диабете, о инсулине, о диете, о физической активности, поддельности в каждом занятии. Сахаром на психологическом фоне прогрессирует? Конечно, да, потому что пациент сам себе накручивает, потому что он знает, что все, с этим заболеванием он вынужден всю жизнь, оставшуюся жизнь, жить, поэтому существует очень много людей, которые живут с этим заболеванием 50-30 лет, и, к сожалению, вернее, к радости у них есть положительные результаты, нежели от тех пациентов, которые буквально последние годы заболели своей жизнью, например, два года стажа этого заболевания, но у них прогрессирующие осложнения, которые, к сожалению, приводят к плачевным результатам. Хочу отметить, что школа диабета оснащена всеми нужными оборудованиями, все удобства для пациентов созданы. У инструктора школы диабета под рукой имеются все инструменты для адаптации пациента с повышенным сахаром. А пациенты же, в свою очередь, получают полную информацию о своей болезни и пытаются перестроить себя к новому образу жизни. Это ну просто огромный скачок в борьбе с сахарным диабетом. Но мы не должны забывать о том, что существуют грозные осложнения. Осложнения сахарного диабета бывают острые и бывают хронические. Острое осложнение сахарного диабета – это комы. Распространенные гипобликемическое, кетоацидотическое, лактатоацидотическое и гиперосмолярное. То есть вот эти вот комы, которые вызывают острые осложнения. А хронические осложнения – это уже в ходе того, что человек очень долго болеет. И такие осложнения самые грозные – это макроангиопатия, это синдром диабетической стопы, это заболевания сердца, то есть они все вместе идут, осложнения заболевания почек, когда развивается хроническая почечная недостаточность, именно осложнение сахарного диабета. Пациентов в клинике лечат по новой технологии, которая эффективно действует на осложненный сахарный диабет и не только. И что такое помповая инсулинотерапия? Мы разработали метод цитокинотерапии в 2007 году, вот уже 10 лет мы его применяем, он запатентованный у нас, есть патенты на него, европатент. Что мы делаем? Мы применяем интерлекин, интерлекин-2 в лечении синдрома диабетической стопы. Мелкие сосуды при сахарном диабете, они забиваются, они забиваются сахаром, то есть склерозируется все, и там не проходит никаких импульсов, то есть поражаются нервы, поражаются именно мелкие сосуды. Крупные сосуды это тромбоз, это тромб, это острая боль, пациент ее сам чувствует. А именно когда поражаются мелкие сосуды, они забиваются, если доступно говорить, они забиваются сахаром, происходят свои процессы и он нечувствителен, то есть кислород не поступает, импульс не проходит нервный, потому что нервы и сосуды идут очень близко и рядышком. Поэтому наш метод именно цитокинотерапии разработан на то, чтобы предотвратить развитие трофических язг, развитие гангрены. После того, как мы делаем эти уколы, все пациенты ощущают, что ногам стало тепло, проходят судороги, улучшается чувствительность. Но это все делается в нашей клинике. То есть мы работаем для того, чтобы предотвратить все осложнения, так же, как острые осложнения, потому что бывает, приходят с очень высокими сахарами. Преимущество помповой терапии. Что такое помповая инсулинотерапия? Это непрерывный доступ инсулина в организм. Непрерывный. Непрерывная инсулинотерапия. Почему непрерывный? В человеческом организме инсулин, мы вот сейчас сидим, инсулин у нас вырабатывается. Каждый час, каждый час вырабатывается 4 единицы. Каждый час вырабатывается 1 единица инсулина поджелудочной железой. Помпа, принцип такой, построена. Один раз поставлена иголка, заправленная инсулином, и постоянно по 0,5 единицы, 1 единица дают постиг. Постоянно-постоянно капают в подкожу. Тогда необходимость не 4 раза, 3 раза набирать шприц, делать укол, набирать это удобство. Что нужно в перспективе знать, чтобы не заболеть и предупредить появление сахарного диабета? Для того, чтобы не заболеть сахарным диабетом, нужно четко осознавать свою генетику. Генетические факторы никто не отменял. Если в семье, например, сахарный диабет четко прослеживается от бабушки, дедушки, братьев, сестер и тому подобное, то, зная об этой генетике, надо что-то делать. То есть не допускать избыточной массы тела, не допускать хронических панкреатитов, отказаться, скажем так, от алкоголя или еще что-то. То есть это все нужно понимать, учитывать. Потому что сахарный диабет – это настолько многогранное заболевание. То есть там не только внешний, но еще и внутренний фактор. По сахарному диабету всегда нужно четко понимать такую вещь. Даже если у вас развился сахарный диабет, это не означает, что это катастрофа, трагедия или еще что-то. Диабет можно и нужно управлять этим. Очень многое происходит по поводу нашего незнания. Малообразованно в области, скажем так, эндокринных заболеваний сахарного диабета. Действительно правильно. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хочу присоединиться к сказанным словам врачей. Государство выделяет все нужные денежные средства в лечении сахарного диабета. Но итог болезни все-таки зависит от нашего образа жизни. Поэтому я хочу сказать – занимайтесь почаще физической культурой и спортом. И самое главное, дорогие телезрители, нужно следить за нашим весом. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!